Гольярда – старинный танец итальянского происхождения, распространенный в Европе в конце 15-17 вв, а также музыка к этому танцу. Музыка, первые дошедшие до нас ноты гольярды относятся к 1529 году. Для гольярды 16 века были характерны умеренно быстрый темп, трехдольный метр, аккордовый склад, ритмический рисунок. Гольярда часто исполнялась после павны, варьируя ее мелодический рисунок. Такие двухчастные циклы часто встречались в сборниках танцев для различных инструментальных составов. Они подготовили появление многочастных сюит для клавесина, лютни или оркестра. В сюитах павану и гольярду заменили алиманда и куранта. Музыкальные композиции в стиле гольярды писались и исполнялись и много позже того, как танец перестал быть популярным. Гольярда могла быть отдельной клавирной пьесой или частью инструментального цикла. При этом гольярда потеряла танцевальный характер. Темп стал медленным. В факторе изложения большую роль приобрели полифонические приемы. Интересно, что гольярдный ритм шесть восьмых и сейчас можно услышать, например, в гимне Великобритании «Боже, храни королеву». Танец по своему происхождению гольярда – народный танец. Однако в конце 15 века ее стали танцевать и при дворе. В шестнадцати-семнадцать веках гольярда была одним из самых распространенных танцев в Англии, Франции, Испании, Германии, Италии. Первые записи основных движений гольярды были сделаны итальянскими хореографами Фабрицио Коррозо и Чезаро Негри. В 1589 году Туанарбо в своей книге «Архисография» описал мотивы движения многих гольярд. «Ла Тредитор» Клод Джервес опубликовал много гольярд о своих танцевальных сборниках, которые были изданы Пьером Атеньяном. Среди них «Гейлорд де Лагерер» и «Гейлорд Дютон де Лагерер». «Гольярда» Веселый танец с прыжками и скачками, его танцевали соло или парами. Основное Па гольярды – пять шагов. Оно состоит из четырех шагов и прыжка, за которым следует позировка. Шаги, прыжок и позировка занимают как раз два полных такта по трем четвертым. Основное Па выполняется попеременно то с левой, то с правой ноги. Если после прыжка свободная нога остается приподнятой назад, положение называется «руада». Шаг гольярды, когда ставят вперед правую ногу и одновременно выносят вперед и сгибают левую ногу, называется «капе» или «грю». При вынесенной вперед левой ноге это левая грю, при правой – правая грю. Если нога поднята не вперед, не назад, а вбог, движение называется «руда вач». Еще одно движение гольярды – переступ. При правом переступе делается небольшой шаг правой ногой вперед. Левая нога быстро подводится к правой, а правая тут же поднимается в воздух. В руководстве Чезаро Негри описаны так называемые «прыжки с кисточкой». Прыжки танцующий должен совершить разворот на 180 или 360 градусов, во время которого сделать движение ногой, чтобы легнуть кисточку, подвешенную на высоте выше колена, но ниже талии. Гольярда была любимым танцем королевы Англии Елизаветы I. Несмотря на энергичность этого танца королева с удовольствием отплясывала гольярды, даже когда была уже не молода. Субтитры создавал DimaTorzok